Работа промыслового сектора, зарплаты за обеспечение шмадетных семьях жильем. Кировник администрации президента Республики Беларусь Наталья Качанова приняла удел у посаджения Гарвы Конкама, на яким обмерковали выники социально-экономичного развития Гомеля за первый квартал. Например, один из основных показчиков экспорт товаров за два месяца года досягнул омаль в 85 миллионов долларов. Экспорт послуг склав каля 15 миллионов долларов. После обмеркования выникал работы региона Наталья Качанова наведала дитяши сад в 19 микрорайоне и промысловые объекты. Марина Джалая с подробностями. По большинству позиций город выходит на необходимые прогнозные показчики. Але есть проблемные моменты. У промысловостей это стратная альбо недостатково продукционная работа некоторых предприемств. У их лику радиозавод, фабрика 8-го сыковика, завод вымиральных приборов. Акцент был сделан на распроцовку стратегии по выходе на эффективную деятельность. В одних выпадках треба сменшить площадь на предприемствах. Отмовиться от лишних. Неде необходимо переглядеть ассортимент и ценовую политику. Звернула увагу керонюк администрации и на необходимости мкнуться до повышения работникам заработных плат. Примальный узровень для Гомеля – 1000 рублей. Реши таки покажек запланованы у экономиц областного центра до конца года. Прежде всего акцент был сделан на те предприятия, которые сегодня работают недостаточно эффективно. Где невысокая заработная плата, где есть неиспользуемые площади, которые надо вовлекать в хозяйственный оборот. И вообще в целом рассматривали стратегию развития дальнейших этих предприятий. Может быть они удельный вес их в объемах промышленной продукции в целом по городу и не столь велик, но там работают люди, это серьезные коллективы. На одном предприятии больше тысячи, на втором предприятии 660 человек. Основная задача сегодня руководителя предприятия – это видеть стратегию развития, что будут выпускать, какую продукцию для того, чтобы у людей была достойная заработная плата. Еще один аспект – забеспечение шмодетных семью жильем. Заразу у Гомеля на улику знаходятся свыше 350 таких семью. Дойти до кожных и изнасти для их подходящей варианты – задача для терминового выконания. После посаджения Наталья Качанова на практице ознайомилась с развитием социальной инфраструктуры города. У приватности наведала добра знакомых гамельшанам детячий сад номер 100. На школьной установе убудовано у шматкватерный жилый дом, который находится в 19-м микрорайоне. Это пилотный проект, который в будущем плануют расповсюдить. Сад различный на 60 мест, но по факту его наведывают свыше 70 детей. Кроме того, керавник администрации президента побывала на проблемных предприятиях, в предприятиях, разума об яких ишла подчас посаджения ГРВКНКАМа. Одно из них – завод вымиральных приборов. Зараз тут працуют около 200 человек. Середняя заработная плата – омаль 600 рублей. Завод в первом квартале спрацовал стратно. А кроме того, керавництво вытворчестве отримало широких заводов и по инших накерунках. Потребования ликвидовать недохопы – устисленный термин. Надо будет наводить порядок внутри, в цехах, и ускоряться по поводу переезда. Территория, которая сейчас на данный момент составляет предприятие 2,8 гектара, будет поделена почти наполовину, и 1,4 гектара останется за предприятием. Сейчас будет в первую очередь переезд в эти наведения порядка на внутренних территориях и цехах, и, соответственно, переезд туда. Средняя зарплата по предприятию на сегодняшний день составляет 583 рубля. Рентабельность у нас за первый квартал отрицательная, минус 2%. По 2018 году 6,2% была плюс. Я думаю, что к середине года, то есть к концу второго квартала, мы выйдем на положительное сальдо. Основная думка, яка ухудшала подчас сегодняшней сустречи Натальи Коршановой с представниками ОЛАДы и предприемства у Гомеля и в области – неухильное выполнение головных потребований президента Беларуси. Это эффективная работа промысловости, адекватная зарплата для работников, контроль за ценоутворением с проведением постоянных мониторингов, доброе упорядкование. Улику приоритетных – работа со зворотами грамадян. Проблемы людей треба вырешать самостоянно и не чекать, поколь скарги трапить у администрацию, подкреслила Наталья Качанова. И, зразумела, на первых позициях – працевладкование грамадян и забеспечения жильем шмадетных семьев. Марина Джала, Александр Харлампов, телерадиокомпания «Гомель». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова